Привет, с вами Юлия Высочина. Я вам хочу рассказать немножко о своих турецких спиндлз, турецких веретенах. Это подвесное веретено, оно выглядит вот таким вот образом. Небольшая крестовинка закреплена на оси, и крестовинка расположена ближе к более широкому основанию, чем к носику. Это веретено довольно-таки небольшое, они бывают чуть-чуть побольше, бывают веретены чуть-чуть поменьше. Они отличаются по весу в зависимости от того, какую нитку вы хотите делать. Эти турецкие веретены разбираются. Веретено выглядит так и состоит из трех частей. Ось и два крыла. Одно крыло широкое, второе крыло узенькое. Чтобы разобрать веретено, нужно взяться за крестовинку и аккуратно вытащить средний штифт, среднюю деревянную часть, ось. С ней нужно быть аккуратной, как в данном случае, например, она довольно тоненькая. Они иногда бывают потолще. В руках остается крестовинка, где более широкая крылышко входит в более узкое крылышко и вытаскивается вот таким вот образом. Крылья имеют разную дугу, они не одинаковые, они согнуты немножечко по-разному. Вот это веретено можно положить аккуратно в пакетик, они довольно хрупкие, поэтому с ними нужно обращаться аккуратненько. И если вы хотите прясть, вы собираете это веретено снова вот таким вот образом, чтобы крестовинка смотрела в сторону основания. Это веретено около своего кончика имеет небольшую выемку, для того, чтобы на ней удобнее держалась скользящая петля, которая будет сдерживать нитку, пока веретено висит и крутится. О фибре я не говорю, о материале, к которому мы придем, я не говорю, ничего не рассказываю. Я просто покажу, как я начинаю прясть на таком веретене. Веретено собрано, я его закрепляю без фанатизма, не сильно жестко, потому что в итоге мы будем это веретенце разбирать, имея на нем нитку. То есть ниточка, она уже будет крепко держать эти крылышки на месте, просто слегка их придавили, чтобы они не болтались. Это веретено, это дерево немножечко шероховатое, поэтому крылья относительно оси не соскальзывают. Можно использовать, например, шерстяную ниточку, сделать петельку, нацепить ее вокруг одного крыла, сделать скользящую петлю, и это называется в английском языке лидер, это как лидер, и можно начинать уже прясть, прикладывать кудель и начинать заниматься придением. Если это не делается, то можно просто взять кусочек, например, пуха шерсти и немножечко вытянуть, и как на опорном веретене, слегка подкрутить, чтобы сделать себе ниточку. Ниточку сантиметров 20-25 может быть. Я сильно не забочусь. Можно, если вы стараетесь, если вы аккуратненько это делаете, в принципе, ниточку можно делать с самого начала, с первых сантиметров уже хорошую и пригодную. Сейчас я немножечко камеру опущу. Вот сейчас я это веретенце ставлю на опору и скручиваю ниточку. Так как штифт короткий, оно не очень удобно, в принципе, на нем можно прясть и как на опорном веретене, я видела, что так многие делают, но человек, который учил меня прясть на этом веретене, он делал акцент на то, что это веретено именно подвесное. Сейчас пух нацеплен на носик веретена, и у меня есть вот такой вот длины ниточка. Вот. Теперь я беру и очень аккуратно, если, надеюсь, не порвется, стаскиваю петельку по штифту вниз, к основанию. Все, вот она. Теперь ниточка накручивается на это веретено и составляет уже готовый клубочек. Этот клубок называют черепашка, потому что он очень похож по форме на панцирь черепашки. Для того, чтобы сделать красивую, аккуратную черепашку, мы берем нитка под одно крылое идет, над двумя. Под одно, над двумя. Под одно, над двумя. И после того, когда вы сделали несколько такого рода циклов, у вас получается как бы цветочек. Вот тут вот перекрещенные нитки. Вот таким вот образом. Когда остался кусочек чуть-чуть длиннее, чем средняя ось, делаем скользящую петлю обычную. Я пальцем натягиваю ниточку, аккуратно вставляю ось. И вот она, как бы петелька. Это как узелок. В принципе, если вы придете и не первый раз взяли в руки веретено, вы эту скользящую петлю знаете. Для тех, кто никогда не брал в руки веретено, я просто объясню. Нитка, вот эта вот ниточка, она идет, обворачивает носик веретена, и край этой нитки идет под нее. Получается вот такого рода перекрестья. На лбу себя покажу. А ниточка, которая идет к кудельке, она идет под петлей. Все. Наше веретено готово, и оно стало раскручивать нитку собственным весом. Теперь. Можно начинать прясть готова. Мне нравятся легкие веретено, мне нравится тоненькая ниточка. Можно веретено использовать побольше. Такие веретено легко сделать самим. Также можно купить. Они очень популярны. Это называется Turkish Spindle. Есть Turkish Supported Spindle, турецкие упорные веретено, и есть турецкие подвесные веретено, вот как в данном случае вот это. После того, когда напрялось какое-то количество ниточки, берем, мы держим, если вы правша, держим рабочей рукой, рабочей рукой, правая, левая, не важно, веретено. Просто сбрасываем, расслабляем вот эту ниточку, сбрасываем и начинаем накручивать. Поверх двух, под одну, поверх двух, под одну, поверх двух, снова на два крыла, под одно крыло, на два крыла, под одно крыло. И вот таким вот образом наворачиваете. Я делаю сейчас это очень медленно, по двум причинам. Во-первых, я некоторое время не брала в руки турецкое веретено совсем, и оно у меня лежало, отдыхало. Во-вторых, это веретено немножечко великовато. Я пряла на веретене, на турецком, на турецких веретенцах чуть-чуть поменьше. Это веретено я заказала для сращивания двойных ниток. У меня пух грязный, поэтому я стараюсь выковырить сейчас без мусора ниточку. Все равно мусор есть. Это веретено хорошо сбалансированное, оно долго крутится. И, в общем-то, когда я его заказывала, оно было достаточно недешевым. Оно того стоит, оно меня ни разу не разочаровало. Посмотрите на скорость и как долго оно крутится. Очень хорошее. Когда вы придете на таком веретене, у вас, особенно это пригодится для тех, кто никогда не прял вообще, у вас свободно обе руки, потому что веретено висит на петелечке, и оно не требует поддержки вашей рукой. И обе руки могут участвовать в вытягивании фибры или пуха, шерсти, того, из чего вы придете. Вот. Я правой рукой, в данном случае по часовой стрелке, крутанула веретено, и двумя руками вытягиваю пух, который у меня просто клок непрочесанного, совершенно никакого. Это просто я для образца взяла вот. Когда вы, это опять же информация для новичков, вы, в принципе, можете прясть ниточку в любую сторону, хоть по часовой стрелке, хоть против часовой стрелки, в зависимости от того, как вам удобнее. Просто имейте в виду, что когда вы ниточку будете скручивать в два слоя, делать в две ниточки, сращивать, вам нужно будет скручивать эти нитки в противоположном направлении. То есть это правило, которое будет помогать вам, которое будет держать ниточки вместе. Если вы нитки пряли по часовой стрелке, то сращиваете вы их против часовой стрелки. Вот это вот, пожалуй, все, что нужно знать. И просто практиковаться, практиковаться, и все. Вот, это с турецким веретеном. Сейчас я намотаю этот кусочек, хотя, в принципе, я его даже могу оторвать. Вот. И можно его оставить вот так вот храниться. Я их храню в маленьких таких коробочках, когда на них уже есть нитка. И даже когда я покупала веретена, вот эти вот, мне написали небольшую памятку, что, пожалуйста, не оставляйте их на диване и на кресле, потому что вы их можете поломать, и это будет очень болезненно. Так как они дорогие, плюс, если эта штучка воткнется у вас, пока вы будете садиться, это смешно рассказывать, но я так думаю, что это очень больно. Вот. Ниточка может быть довольно-таки тоненькая, как, например, видно вот на вот этом веретене. Мне, к сожалению, камера не позволяет резко показать хорошую. Это веретено, оно очень лёгкое. Оно весит 6,6 или 4 даже десятых унции. То есть оно весит около 7 грамм, вот это вот веретенце, без учёта ниток. Поэтому оно может скручивать довольно-таки тоненькую ниточку. Это апельсиновое дерево в центре, и зебра, дерево-зебра, крестовинка. У меня есть ещё одно веретено, на которое я немножечко напряла. Это была шерсть, которую дали мне на пробу вместе с этим веретеном, когда я заказала. Сейчас я, если найду листики, то я вам скажу, где я заказывала свои веретены. Это было самое первое моё веретено, турецкое. Оно, видите, чуть-чуть потолще, чуть-чуть побольше. Оно весит 11 грамм. Вот. У него, как вы видите, вот эта часть значительно толще, чем у вот этого вот веретенца. И вот этот вот клубок, который накручен на него, он называется черепашка. Вот. Вот так вот оно выглядит. Вот этот клубочек. Можно было клубочек этот продолжать дальше. У меня просто куделька-образец закончилась, поэтому я оставила его в таком виде. Веретенца разбирается. Сейчас я попробую вытащить среднюю часть. Смотрите, клубок на веретене. Средняя часть у меня в руке. Вот. Теперь я вижу, что одна из сторон чуть-чуть пошире, другая поуже. Более узенькая сторона, она находится, естественно, внутри, с широкой стороны. Надавливаю. Вытаскиваю. Аккуратненько смещаю клубок. Его не нужно перематывать. Посмотрите, какая прелесть. Ой! И этот клубочек действительно похож на маленькую черепашку. Их можно сделать, естественно, побольше. Это обратная сторона. И ниточка одиночная, поэтому она немножко волнится. Я тоже советую вам делать так же. Не накручивайте ниточку слишком туго. Потому что, во-первых, это лишнее напряжение на ниточку. А во-вторых, вам будет сложнее вытаскивать из веретена. То есть, естественно, мягко ее кладите на веретенца. И можно будет легко, без усилий вытащить. Я могу оставить этот клубок до лучших времен. Дождать, пока его срастить с другой ниточкой. Мое веретено готово для того, чтобы продолжать на нем работу.